всем привет еще раз сегодня очень подробно расскажу как делать классическую походку вид в профиль вот прям я надеюсь все поймут как это делать и я советую всем сделать это еще раз все таки даже тот кто делал как бы это не займет вас много времени еще раз нарисовать цикл и просто вспомнить порядок работы вспомнить как вообще это все происходит какой логике и тогда вам дальнейшем будет гораздо проще другие походки анимировать уже с более сложными персонажами ну что я могу сказать по этому поводу что я как аниматор за шесть лет тоже уже делала много походок но до сих пор когда начинаешь делать они все разные поскольку ну когда вот уже раз начинаешь работать ты же с конкретным персонажем работаешь вот и все равно надо как бы заново все вспоминать немножко вот поэтому очень важно сегодня на лекции понять именно основу вот если вы поймете нарисуете и вас как-то это в голове отложится то потом дальнейшем вам походки будет очень просто делать поначалу конечно многих возникает затык как бы как порядок работы как работать насколько вообще можно быстро это сделать и я когда лекцию готовила я рисовала просто образцы такие как бы совсем простенькие что просто показать этапы и на самом деле я хочу сказать что такой прям с персонажем из болванок просто вот чтобы разобрать принцип походки на это достаточно двух-трех часов то есть то что мы на практике рисуем анимацию вот за два часа цикл походки спокойно можно нарисовать вот давайте тогда начнем а ты я вам советую все это записывать именно записывать просто конечно можно делать скриншоты экрана но очень важно именно ручками записать чтобы все запомнили вообще что что такое походка по сути своей походка это у нас по сути контролируемое падение когда мы перемещаемся очень важно понимать как перемещается вес при походке вот это наверно ключ ко всему когда он как бы идет вверх когда он идет вниз когда он перекатывается с одной ноги на другую вообще анима в анимации работа с весом это супер важно если персонажи нет веса то он сразу выглядит неестественным и такая анимация как бы она неправдоподобно смотрится полный цикл такого спокойного шага когда персонаж никуда не спешит это обычно 12-14 рисунков на весь цикл это ну как полностью включая оба шага двумя ногами это уже зависит от скорости из какой персонаж идет если это более быстрая походка там может быть даже 10 рисунков если более спокойные то может быть до 16 но как в среднем вот скорость которой мы ходим это 12-14 рисунков и при этом всего четыре из них будут основными то есть с помощью всего четырех рисунков мы делаем цикл походке и как бы это совсем немного просто надо понять что именно это за ключи давайте их зарисуем уже подробнее себе первый ключ с которого мы начинаем это ключ контакта при контакте у нас обе ноги стоят на земле ну собственно поэтому называется ключом контакта та нога которая спереди она стоит на пятке а задняя нога она стоит на мысочке причем вот эта степень подъема она может быть разная то есть вот я тут так нарисовала но это как бы вот классическая схема то есть мы разбираем ее но варианты могут быть разные то есть здесь нога может быть и так еще стоять и даже там полностью на земле еще стоять от этого уже будет зависеть характер походки но основная поза это вот такая вот и вес у нас находится по середине персонажа то есть вес он вот здесь персонаж у нас сбалансирован следующий ключ это положение вниз после контакта у нас персонаж поскольку он движется вперед у него вот эта нога она коснулась земли и в следующем ключе на нее падает вес всего тела вот на эту ногу вот это очень важно понимать именно поэтому на этой фазе персонаж проседает вниз потому что здесь его вес как бы падает сюда и он уже стоит по сути на одной ноге этой задней у нас отрывается от земли и все вот сюда вот получается все туловище по амплитуде он движется вниз и ну вот когда еще будете делать походку обязательно отрисуйте вот эту линию на которую вас идут ноги и линия на которые у вас и голова движется то есть чтобы относительно ее очень четко понимали что на контакте она касается на положение вниз она ниже следующее поза это поза проноса пейсинг поз здесь персонаж начинает амортизировать после вот этого падения вниз и поднимается по сути на ту же высоту что и при контакте свете по высоте эти позы они практически одинаковые в классическом цикле то есть характерны походки там уже могут быть варианты но по классике на той же высоте пейсинг поз одна нога при этом у него вот которая была сзади она проносится вперед то есть если вот на этом кадре она еще позади визуально то тут она уже визуально становится впереди а вот ближняя к нам нога на наоборот смещается туда по панораме в этот момент и как бы что еще важно и на позе которая вниз на даун и на пейсинг поз персонаж полностью стоит на всей стопе потому что он стоит как бы здесь у него вес все время на одну ногу приходится 2 воздухе поэтому чтобы быть устойчивым он опирается полностью на ногу и следующий ключ это положение верхней а что здесь происходит здесь как раз у нас идет потеря баланса у персонажа здесь он двигается вперед и у него как бы он начинает заваливаться после вот этой пронос то есть здесь вес еще посередине но он уже смещается вперед и вот на этой на этом ключе вес у нас по сути вот где вот тут ну как бы по центру массы но нога у нас уже проехала назад и получается что персонаж у нас падает в этом ключе то есть видно да что общая у него арка она вот такая она не вертикальная он как бы наклонен вперед и для того чтобы ему не упасть он вот эту заднюю ногу сейчас передней стала вытаскивает вперед и подставляет то есть после вот этого положения снова идет контакт но на другую ногу подставляет ногу чтобы не упасть и после этого на нее приземляется то есть опять движется вниз цикл замкнулся и вот это для себя очень важно понять как вообще это происходит если вы логику вот эту усвоите то походку очень легко будет рисовать любую именно как вес перемещается что еще важно на положении верхнем на всех этих трех фазах но вот кроме пожалуй контакты здесь вот здесь нога которая идет вперед выносится она тоже немножко такая встречи то есть она не согнута задний может быть немножко согнута на этих двух позах ноги подогнуты потому что здесь вес внизу он амортизирует ногами а здесь он только еще начинает выталкиваться многие еще не выпрямились и чтобы чувствовалось что есть вот этот толчок выброс массы на положение вверх обязательно делать стрейч вот здесь вот на задней ноге то есть она должна быть вытянута если вы его так вот нарисуете его то у вас персонаж будет все время идти на полусогнутых ногах а если именно такая задача и ставится допустим характерные опять таки походки то можно так делать но если обычная походка то как правило здесь нога вытягивается и при этом она еще поднимается на носок здесь на всей стопе стоит здесь уже только на носочки и это как бы основной момент который надо понять при походке то есть вот эти четыре позы давайте сразу вам покажу как это работает и сделала практически по этапам как вообще идет рисование походки по сути мы начинаем с двух поз дача сразу запишем тогда покажу порядок работы вообще как делать цикл очень важно понимать еще один момент что когда мы ходим если у нас походка не хромающая персонаж левую правую ногу перемещает одинаково то для того чтобы упростить работу и для того чтобы цикл получился более точным движение повторялось мы каждую позу зеркалим мы рисуем четыре основных позы и потом их зеркалим получается восемь поз мы не рисуем их заново можем взять предыдущих но тут конечно есть тонкость что мы не можем взять их один-один потому что естественно ноги руки меняются туловище будет уже другую сторону развернуто но тем не менее как основу мы берем именно их чтобы более точно попадать в те же самые позы зеркалить можно сразу каждый рисунок то есть вот вы нарисовали первую позу контакта сразу и отзеркалили нарисовали следующую позу про носу сразу и отзеркалили можно нарисовать четыре позы подряд то есть все как кодка про которые сейчас говорила и отзеркали все все четыре то есть можно и так и так это как кому удобно очень важно при этом подписывать и нумеровать ключи чтобы не запутаться когда начнете анимировать еще как бы надо еще на репит все это ставите очень легко потерять где у вас ключи где у вас фаза особенно когда вы про фазуете где верхние где нижние вот и в каком порядке это все происходит поэтому обязательно нумеруйте когда делаете цикл и тогда вы четко будете ориентироваться где у вас какой ключ и еще советую отмечать на черновой анимации ближнюю дальнюю ногу с дальнюю ногу отбивать как-то тоном или может быть другим цветом рисовать когда анимируете чтобы вы видели как они у вас меняются иначе тоже можно запутаться и вроде когда рассказываешь это очевидно но начинаешь анимировать и такой черт 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 и все как бы мозг начинает паниковать что происходит я просто из своего опыта говорю как бы когда слушаешь кажется ну конечно что-то сложного начинает миллион рисунков появляется все ты запутался уже не понимаешь особенно когда надо копировать вставлять после какого кадра вставлять это все там начинается каша поэтому расскажу сейчас про порядок работы которая позволит вам очень легко и быстро санимировать походку при походке в профиль мы начинаем с поза контакта это когда обе ноги стоят на земле то есть вот такое вот положение как на этом тоннеле после этого мы рисуем позу проноса третью вот мы рисуем первую сначала вот это а потом рисуем сразу вот это то есть это просто будет проще потому что у нас тело на одной высоте на этих двух ключах нас ноги по-разному работают но тело мы можем сразу просто перенести в этот ключ и в принципе этих двух пост достаточно чтобы уже у нас что-то появилось вот здесь в этом цикле я нарисовала только позу контакта вот видно что контакт и про нас туловище на одной высоте можно скопировать можно просто по лайн-тест еще раз обвести чтобы более живой рисунок смотрелся но на черного анимации это не принципиально как бы на прорисовке уже конечно лучше руками каждый кадр делать видите да что контакт и на проносе очень важно что задняя нога она уже впереди получается она не вот здесь вот рисуется хотя на характерной походке опять-таки вот из-за того что как раз можно много вариантов разных делать можно еще здесь ее дольше тянуть и потом резко выбрасывать но классическая походка тут уже она вот здесь впереди появляется то есть вот такие вот два рисунка принципе уже какое-то подобие походке у нас появляется всего два рисунка ноги у нас подобраны ноги в разные стороны уже появляется движение но если к ним добавить еще два ключа то уже практически цикл вырисовывается нарисовали позу один контакт нарисовали позу 3 про нос после этого добавляем между 1 и 3 вторую позу которая у нас вниз нижнее положение есть вот две позы и мы добавляем вот это вот на лентесте прям очень хорошо видно что вот у нас контакты про нос вот они где находятся и тут мы все сдвигаем вниз все туловище причем его можно прям даже обвести отсюда сместить вниз и что происходит с ногами вот эта нога у нас здесь где она касалась она смещается назад уже как только идет контакт землей ноги начинают смещаться по панораме они не могут на одном месте оставаться иначе застрянет персонаж и задняя нога у нас отрывается от земли при этом она может отрываться допустим где-то здесь то есть больше тянуть ее можно что здесь носок как бы полу здесь он еще продолжает назад двигаться а можно уже начать ее тащить вперед то есть видно что она уже вперед пошла здесь нижняя поза и поза про нос который у нас уже готова следующим этапом мы рисуем последнюю позу из этих четырех между 3 1 то есть замыкая как бы цикл мы рисуем четвертую позу там где персонаж на двигается вверх верхнее положение тв пейнте вот для того чтобы цикл удобно было анимировать вот здесь вот есть стрелочки и нужно поставить репит и в начале и в конце тогда он будет повторять автоматически все что вы нарисовали и когда вы выбираете последний кадр то на лайн тесте будет показываться первой то есть вы легко можете фазовать между первым и последним не копируя вот этот кадр сюда в конец чтобы не застревал у вас в конце цикла и и даже вот я когда тащу по таймлайну видно что он просто повторяет кадр хотя их тут нет уже вот верхнее положение есть как раз эта нога ближняя к нам продолжает смещаться назад поднимается на носок персонаж двигается вверх видно что вот эта линия он выше нее уже находится его туловище и передняя нога выбрасывается еще больше вперед поднимается тут тоже можно варианты можно ее рисовать его так допустим можно рисовать вот так вот это будет такой более маршевый такой походка но важно понимать сам принцип что тут все движется вверх и задняя нога дает толчок всему туловищу а передняя готовится к тому что в следующем кадре персонаж ставит ее на землю вот и если сейчас запустить всего четыре кадра но уже появляется походка причем они даже не отзеркалены они просто повторяются но у нас все равно мозг наверное у многих сейчас у вас достраивает что это разные ноги вперед выбрасывать хотя это одна и та же нога просто дрыгается какой-то момент но по движению они как бы подхватываются друг другом что мы привыкли именно так походка видеть и следующим этапом когда у вас и четыре кадра готовы зеркалим все позы и меняем руки и ноги вот этот чувачок он уже отзеркален то есть видно что первые четыре поза они повторяются а дальше я меняю ноги местами то есть уже вот так которая черненькая видите найдет вперед уже не дергается вот здесь поза отзеркалены то есть по сути туловище но я его полностью зеркалил поскольку простой персонажа только ноги поменяла чтобы они протаскивались полностью и уже приятнее походка становится дальше на следующем этапе еще что хорошо бы делать сейчас поскольку я зеркалила один-в-один у меня обе ноги они стоят вот на этой линии но лучше если вы немножко задаете перспективу то есть ближняя нога она идет на этой линии а задние как бы чуть-чуть вот туда вот уходит на более дальней линии представим что у нас перспективная сетка то как бы если вид спереди мы стоим вот так вот мы не стоим вот в одну линию у нас ноги хотя можно и такую походку рисовать но как правило у нас есть некое расстояние между ногами и когда мы смотрим сбоку это соответственно уходит в глубину немножко дальняя нога и если мы чуть-чуть добавляем вот это вот смещение то большее пространство появляется свете да задняя нога она чуть чуть выше получается этой линии и тут надо уже рисунки немножко поправить то есть видно что было так стало так допустим на этом рисунке надо немножко подтереть там может быть колено чуть-чуть по-другому согнуть то есть тут уже начинаются такие мелкие правки чтобы у нас каждый рисунок выглядел адекватно ну и следующим этапом добавляем руки давайте теперь про руки немножко поговорим руки лучше не делать сразу прям полностью рисовать а именно сначала сделать туловище и ноги чтобы посмотреть чтобы у вас вот это вот хорошо работало потому что это самые важные походки если с этим все в порядке уже начинаем тогда дальше рисовать детали руки тоже лучше начинать с позы контакта рисовать то есть вот с этой самой первой и тут важен такой момент что руки и ноги у нас движутся в противовес если у нас ну вот я тоже отбила цветом и видно что ближняя к нам нога спереди ближняя к нам рука сзади и соответственно дальняя рука спереди дань и нога сзади потому что бывает что ошибаются и рисуют вот такой вот что эта нога идет впереди ближняя ближняя и это же рука идет впереди вот так вот рисует и это неправильно потому что идет перехлёст и скручивание тела это нужно для того чтобы мы лучше держали баланс если мы будем с одного бока и руку и ногу вперед выбрасывать то просто начнем закручивать и поскольку мы ногу выбрасываем как бы рукой мы компенсируем в другую сторону двигая верхнюю часть тела чтобы вот это вот как бы скручивание но сбалансировало нас иначе просто будет разворачивать вокруг своей оси особенно когда импульс уже более сильный спокойной походке это не так и принципиально но поскольку у нас тело то знает как надо двигаться чтобы не падать то даже на спокойной походке эти принципы они сохраняются и это тоже важно для себя понять чтобы в этом потом не ошибаться и точно так же потом рисуем в каждом кадре в принципе руки можно рисовать поскольку у нас основа уже есть как он двигается можно рисовать стрэйта хэдом можно также рисовать по ключам и что-то фазовать то есть нарисовали в позе контакта потом можно нарисовать в позе проноса здесь как правило ближняя рука она будет на фоне туловища находиться так же как и нога то есть руки тоже они немножко подбираются туда внутрь это как такой визуальный получается сквош персонажа вот и потом допустим профазовать все остальное либо можно подряд рисовать то есть вот уже появились руки в принципе походка начинает работать давайте чуть подробнее еще разберем про руки и ноги она уже сказала что они движутся в противовес тоже обязательно запишите зарисуйте где у нас ближняя рука где ближняя нога и что тут принцип ножницы все время работает вот что еще происходит при анимации рук если их анимировать равномерно это будет выглядеть менее естественно руки немножко движутся по принципу маятника серединка она нас пролетает быстрее на краях у нас идет замедление то же самое с руками при походке середина проходится быстрее когда рука доходит до верха до низа сзади то она немножко замедляется там при этом грудь и таз они также разворачиваются противовес сколько у нога вот допустим здесь у нас вперед идет выбрасывается то она тянет за собой весь таз и таз он тоже закручивается вот в ту сторону прям тоже пометьте себе стрелочками потому что начнете анимировать и без этих схем можете начать путаться когда у вас уже прям нарисовано что куда движется то намного легче потом работать и с грудью происходит то же самое дальняя рука вперед это плечо пошло назад и соответственно грудь закручивается в эту сторону руки и ноги они тянут за собой туловище и как раз все время происходит вот это вот перекручивание персонажа горизонтальное скручивание осевых линий если спереди смотреть то вот как бы у нас грудь и таз в обычном состоянии но когда у нас персонаж начинает двигаться то происходит вот такая штука все это рука вперед грудь завернулась назад это нога вперед это нога назад и вот такое вот происходит в профиле это может быть менее заметно но это все равно должно у вас быть заложены ваши рисунки а при рисовании походки спереди это прямо очень четко работает то есть мы не вот такое вот деревянные рисуем и только ручки ножки такие по бокам шевелится мы обязательно работаем всем корпусом чтобы это реалистично смотрелось а голова при этом она меньше болтается из стороны в сторону поскольку на голове у нас глаза и и про оверлепы походки они тоже встречаются везде и в частности вот кисти рук когда они у вас болтается вперед-назад кисть движется захлёстом если у вас рука движется вперед ну вот на фазе проноса как собственно при зеркальне еще будет отличаться если рука движется туда то кисть вы рисуете назад но понятно как а вот по принципу хвостов всяких ушей то есть идет захлёст если у вас рука движется назад на проносе она может быть в том же самом месте нарисованы но движется в другую сторону то кисть у вас будет уже вот сюда вот отстает все время про это тоже важно помнить но опять-таки это то правило которое можно нарушать и допустим если у вас не кисть а кулак то кулак может наоборот лидировать и тащить за собой всю руку и это дополнительно дает некую энергию движение кулак у вас может быть впереди а не идти захлёст следующий момент тоже важный и тоже надо его понять движение рук и ног нет полного синхрона если у вас будет прям совсем одинаково двигаться и руки и ноги походка будет выглядеть немножко такое как у робота механической урок относительно движения ног идет смещение на один-два кадра чем классическом варианте а если это характерная походка то этот offset может быть еще больше 3-4 кадра даже и руки при этом приходит или раньше или позже чем ноги давайте покажу на примере это уже можно заложить вот на этих четырех кадрах уже тут вот мы нарисовали контакт у нас одна рука спереди другая сзади что происходит дальше с ногами и с руками вот эти два кадра посмотрите у нас передняя нога смещается назад видно да что она была здесь стала здесь очевидно что движется назад задняя нога наоборот она была здесь стала здесь движется вперед что происходит с руками у нас передняя рука она все еще доходит вперед то есть нога уже движется назад а рука все еще идет вверх туда она заканчивает вот это движение то есть по сути вот это вот на контакте это не крайне поза крайне поза на вот 10 будет на положении внизу только здесь вот рука дошла до верха то же самое задней рукой ведь она еще доходит туда уже на таких маленьких диапазонах когда дотягивается ноги они уже начинаем другую сторону двигаться руки еще доигрывают я надеюсь это понятно что тот момент который лично я сама мне долго доходил потому что на этом кадре хочется что как бы нога пошла назад ну и рука уже такая пошла вниз вот сюда вот вся эта сюда пошла вот такое нарисовать хочется но если так сделать это будет хуже смотреться на походке руки немножко они отстают и то же самое вот здесь вот видите доходит еще немножко то есть вот когда поза зеркалится то же самое на позе контакта она уже почти вроде бы пришла вот кажется что все но нет она потом еще дожимается немножко и за счет этого видите идет небольшой рассинхрон причем он настолько небольшой и выглядит настолько естественно что мы даже его не считываем то есть мы когда смотрим нам кажется что просто все в порядке идет нормально машет руками но тут заложено вот это вот смещение и если вы не делать он будет как робот сегодня будет одинаково шевелиться а так он движется уже именно как человек более живой персонаж причем на характерной походке эти захлёсты рук их можно делать прямо еще дальше туда уже в перспективу куда-то водить и тут можно работать как самой рукой то есть вот плечо предплечье так и кулаком еще доигрывать или кистью сами позы которые вы рисуете они тоже могут отличаться но важно понимать именно принцип что на позе где персонаж идет вниз руки еще идут вверх вот этот момент еще запишите что вперед рука доходит позже в самих рисунках это уже тоже надо немножко закладывать назад рука может приходить раньше от того как вы рисуете вот это вот смещение тоже зависит и характер персонажа и энергия с которой он идет он может махать руками быстрее чем ногами и тогда будет больше энергии походки либо у него руки могут висеть как плети и как вообще ели там до балта вот с большим таким отставанием прям тогда это будет такая вялое движение уставшая походка благодаря этому тоже можно обыгрывать характер и когда будете анимировать прямо обязательно это себе как-то проследить чтобы вы поняли как это работает так давайте вернемся к порядку работы руки мы нарисовали будем считать следующий этап это вызывать потому что вот когда в отзеркале 4 поза вас получается 8 рисунков принципе этого достаточно чтобы самая простая походка уже получилось то есть может быть в играх так делают или еще где-то где надо просто показать условно что персонаж идет вот но в хорошей анимационной походке надо бы еще добавить несколько фаз чтобы обыграть немножко эти фазы вот как раз на этих фазах вы можете сделать какие-то интересные брэкдауны которые могут по-разному задать ему характер движения и на фазовке своего опыта я могу сказать что лучше зеркалить каждую фазу сразу вот вы нарисовали ее сразу отзеркалили вставили там поправили руки ноги зеркально нарисовали следующую сразу отзеркалили чтобы вы помнили вот этот рисунок который вы только что сделали куда вы его вставили после какого кадра и тогда будет проще не запутаться с этим давайте тоже посмотрим следующий чувачок я тоже самое все повторяю с этих первых поз просто добавляю по этапам и на таймлайне видно что тут вот добавилось еще четыре кадра то есть я еще четыре фазы сделала я добавила фазу после проноса пить неподписанная на здесь добавила фазу и после верхнего положения добавила фазу вот и за счет этих фаз тоже можно допустим по-разному раскрывать ногу то есть я вот так вот нарисовала но можно было бы нарисовать и вот так вот более широкую амплитуду какую-нибудь либо больше допустим подогнуть колено вот так нарисовать или стопу в другую сторону как бы тогда это уже такая более крадущаяся походка получается что чем больше вы на пятку опускаете тем больше ощущение что некий удар произошел и вес как падает если вы опускаете на носок это более мягкое опускание более плавное перенесение веса вот и как технически делается я рисую вот эту фазу это мне получается после проноса поскольку все кадры подписаны очень легко понять и где находится вот следующий кадр я его просто копирую нахожу здесь пронос повторение цикла и сюда его вставляем вот видно что они одинаковые только поменялись руки-ноги и соответственно со второй фазы тоже самое тоже довольно бодренько шагает с фазами видно что уже более плавные движения становятся и по сути это как раз у нас вот эти 12 рисунков принципе можно добавить еще две фазы между оставшимися позами то есть допустим между но как правило между контактом и нижней позы и фазы нету потому что здесь вес падает на ногу и это достаточно резко должно происходить есть только вы не делаете крадущейся походку где вес переносится плавно так что здесь как правило без фазы а между допустим нижней и проносом можно еще одну сделать то есть как раз будет у вас еще 14 рисунков но обычно фаза вставляет вот после проноса вот здесь вот и между верхние контакты чтобы вот это зависание но вы длилось чуть дольше чтобы они сразу падал вот именно такой цикл он выглядит наиболее естественно и вроде бы кажется что ничего сложного но на самом деле там есть свои подобные камни потому что после того как вы все связали есть еще следующий этап когда вы начинаете все править и пытаться сделать это так чтобы оно смотрелось хорошо и как бы зеркальные позы они не стреляли потому что ну то что вот у меня нарисовано там было много правок допустим в руках они где-то стреляли вот у рук там вообще арки разные и там зеркалить полностью не получается у них могут быть у правой и левой абсолютно свои амплитуды важно именно чтобы вот на крайних точках они более-менее попадали это они могут не попадать то есть ближняя рука может быть здесь а задней может быть вот здесь допустим если они смотреть вид спереди они вот так вот заворачиваются сюда как бы вперед перед грудью то при рисовании профиль получается что одна рука она туда уходит то есть вот такая вот положение мы как бы немножко за спины персонажа видим а обратная фаза ближняя рука на вот сюда на нас выходит вот так вот и это не получится отзеркалить это совершенно разные положения урок и арки по которым они двигаются они тоже будут разные но конечно примером диапазоны должны совпадать чтобы это было одна и та же движение они разные вот и после того как вы все поправили понервничали поругались то тадам походка у вас будет готова и чем больше вы походок сделаете тем вот этот вот этап он у вас будет более легко и безболезненно проходить что ж надеюсь это видео было вам полезным если понравилось подписывайтесь ставьте лайки и заходите в паблик вконтакте там еще больше всяких материалов и картиночек